сегодня на обзоре merida big nine модель 500 29 колеса велосипед свежий отъездил он всего 2-3 месяца в прошлом году и привезли его на первое то есть до этого ты уж чеку не делали человек купил его сам и сам собрал и захотел просто полностью обслужить на первый взгляд вообще все было замечательно колеса не люфтят все переключается небольшой износ цепи вилка работает все отлично единственное что рулевая она на шариках то есть она сейчас я буду смотреть конус там не конус разбирать она короче хрустит люфтит то есть песок туда набился то есть рулевая требует либо обслуживания бы замены окей гидравлика shaman у нас стоит все вообще замечательно переклюки смотрите какие хорошие монетки точнее передняя у нас dior задние у нас dior то есть велосипед внешне такой достаточно чистенький все замечательно смотрим изнутри риску грязи то есть велосипед за три месяца покатался очень очень хорошо покатался очень хорошую грязь и что привести в чистый порядок его помыли керхером или автомойка или что-то еще такое соответственно колеса выглядят вот таким вот образом покрышки неплохие кстати но обе шамановские втулочки модель 505 у них они не имеют пыльников вот эти вот смешные пыльники они не резиновые там или пластиковые или железные короче то набивается грязь песок я снимаю колеса кручу они все хрустят требует переборки как бы я клиент предлагаю катайся еще год выкинешь их потом поставишь новую мне давай переберем открываем втулки все по ним будет отдельное видео . втулки на выброс грубо говоря по определенным причинам соответственно вот у нас остается велосипедик сейчас зима клиент может подождать то что в наличии втулок нет никаких будем заказывать видим из китая потому что в магазинах нет в интернете нет надо искать тем более под центр лог или приходить на винты почему хочет на промах втулки дальше по велосипеду смотрим у нас здесь каретка на внешних подшипниках соответственно все пока хорошо но там опять же через годик их поменять придется то что пыльники у них не очень хорошие ну зато диоровские штаны все круто дальше на звезды идут 96 bcd со смещением очень редкий фиг найдешь стоит там по две с лишним тысячи опять вопрос обслуживания вопрос эксплуатации клиент хочет пользоваться передним переключателем соответственно ему нужны обе звезды соответственно сюда китайскую не спадайку не поставить все то есть две тысячи на звезды он отдаст следующем сезоне цепь у нас какая давайте посмотрим маркировка маркировка hgx то есть это у нас тоже наверно dior 64 54 то есть это какой-то наверно dior ok то есть цель будет стоить еще на тысячи две переклюк переклюк пока в отличном состоянии мыть мы его не будем люфты люфты пока минимальные все тросики рубашки закисает все отлично по тормозам масло в колодках просто дофига но они опять же работают вот видно что один поршень больше вышел другой меньше вышел то есть годик опять же годик они по работу через годик будем полностью либо обслуживать либо менять на новую вилка вилка у нас классная смотрите какая все тоже хорошо приехал мастер по вилкам посмотрел сказал что в этом году обслуживать не будем но клиент должен обязательно ее протирать тряпочки потому что видите сколько там песочка это песочек постепенно царапают у нас и многие вилки и пыльники и все остальное то сейчас по этому велосипеду получается что велик классный оборудование стоит топовое крылья он сам сделал каким-то образом нужно поставить рулевую рулевую скорее всего на промахнули бы эту перебрать сейчас я вот этим буду как раз заниматься плюс замена втулок и пока пока все то есть будем искать не нашли на 38 зубьев он хочет побольше на звезду нашли только на 36 на 36 для 200 но пока замена не требует пока тоже сезон еще покатается но в принципе смотрите велосипед то есть ему меньше чем полгода и катались на нем месяца три всего активно по грязи везде втулки умерли цепь звезды уже как бы под изношены он казается в две цепи но пока обслуживание требует успех неплохой но пока вопрос только к втулкам таким вот образом я разбираю вилки то есть опускаю стойку до самого низу подкладываю газетку чтобы снять и начинаю разбирать рейт еще интересно написано состав алюминий карбон merida арбона я здесь не нашел может быть конечно вот эта штучка но и тоже не карбон явно крылья китайские брызговиками они не китайские вот так вот они с к с германия принципе да смотрите на на 29 нормально все стало вот и так разбираю рулевую смотрите сколько песка у нас под крышкой то есть сборка была фирменная зовут это все помазали шаманская смазка смотри сколько песка туда залетел то есть это снизу через шток вилки сейчас я кстати грязь какая-то вот до сюда долетает песок то есть представить сколько здесь под пыльниками песка соответственно надо все перебирать и наверное снизу может быть затычку ставить если человек так активно по грязи катается таким вот образом подвязал что петли были полностью круглые чтоб не ломал нам гидролинию значит когда снимаю убираю лоточек сразу все тряпочки протираю что песка очень много что же мы видим найти такие нас грязнющие подшипники огромное количество пыли вилку нас конусная и очень много песка тесно пыльника снизу вообще никакого даже нету не наблюдается сейчас я буду клиенту скидывать фоточки предлагать сюда на промах поставить если он согласится я выбью тогда чашку но сначала конечно я помою посмотрел какой там износ сделал две фотки выбью чашку по мере посадочное место и будут предлагать ему замену в общем одна минута и все готово то есть дальше даже отмывать и чистить нету смысла смотрите вот это вот у нас упорное кольцо верхней посмотрите на ней да вот эти вот колдобины видно же до черненькие точки и то же самое вот здесь вот попробую все-таки сфокусироваться здесь вот видно черненькие черненькие он колдобинки то есть все это уже верхняя чашка не мыта ничего она уже грязная убитая все снизу соответственно еще все хуже вот уже минус две тряпки руки грязные немножко человек пока еще не заработал смотрим ухо видно здесь вот точки вот так вот вилка стоит на нее идет упор все клиент сказал выпрессовываем меряем посадочные места будет он заказывать новую здесь снизу под сниму вот так не видно ночью то тоже есть износ так вот выглядит рулевой стакан всего ровненько аккуратненько швы четенькие фрезеровка то есть все-таки качество ram merida офигенная а вот качество сборки и комплектующих не особо сейчас будем мерить штангеном у нас вилочка лежит то есть все время стараюсь чтобы гидролиния была прямая без заломов без каких-либо сейчас буду выбивать конус вилка конусная грязи до сих пор я уже треть тряпку истратил все еще не все оттер вот у нас сами чашечки видно да что износ большой и уходила уже куда-то в бок по краю видно царапинки и вот верхняя чашка все лоточек это все будет показываться клиенту это все это останется это все клиенту покажется и сейчас будем мерить и отправлять ему размеры чтобы он заказывал новое так все сняли тормоз в пакетику брали всего так подвязали можно поставить велосипед на хранение ничего снимаю вилку потому что во первых мне придется потом туда бы запрессовывать чашки вилка будет мешаться со всеми этими рубашками вот так вот выглядит конус просто отверточка я сюда пытался поддеть он не снимает соответственно сейчас надо будет все это аккуратненько отверточками и лезвиями выпрессовывать тоже спец инструмента нет он очень дорогой и сюда на конусную вилку даже не знаю подойдет он или нет сейчас буду аккуратненько все это снимать так как снимается конус когда он очень сильно запрессован чаем свет значит здесь есть такие посадочные места под отверточку сюда встали отверточку начинаем его так поворачивать если он пошел отлично если нет то пытаемся отверточку поставить под углом вот так вот пытаемся его выбить если не идет берем обычный канцелярский нож и вот сюда вот вот так вот потихонечку ставим и начинаем молоточком по чуть-чуть очень аккуратно постукивать и вот здесь у меня уже все щель появилась от стороны микроскопическая щелочка значит конус начинает находить сейчас я переворачиваю с той стороны также и он просто легко снимется смотрите как уже высоко конус поднялся миллиметра 34 уже он поднялся но все еще плотно держится сейчас его отверточки начинаю подтягивать и главное от лезвия смотрите никаких следов это царапина это было на вилке лезвие видите по кругу вот какая-то микро царапинка есть но она здесь будет полностью закрыт другим пыльника может быть вообще и вытру то есть это очень безопасный способ поднять колесом вот что дальше дальше просто толстая отвертка его поддевать чтобы снять полностью так вот у нас тут небольшие следы от отвертки все остаются поэтому лучше никогда не ставить рулевые на шариках они ходят достаточно недолго пыль грязь износ и все лучше ставить на промах то что на промах тут нижний конуса не с разрезом они просто надеваются и все в принципе служит бесконечно долго потому что меняется только сам про подшипник они нижний конус и все что вот мы сняли с велосипедика вот этот у нас немножко грязные масла не отмываю пока складываю в пакет это вот у нас то что останется то что мы будем повторно использовать сейчас я велосипед вилку колесики все убираю подальше на второй этаж и будет это месяц для ждать новых втулок новый рулевой